это я с красоты начинала было утро ранее ранее сегодня проснулись от звонка амазона amazon delivery 7 часов позвонили говорит говорят мы вам да большой пакет принесли хотим чтобы вы были дома говорю мало того что мы дома мы еще спали в этом доме вот оставили не надо было ничего подписывать мы проснулись если уже просыпаемся обратно я иногда засыпаю муж глаза закрыл из кровати сама сбросается кто рано встает тот кофе подает кофе выпили джон айо подкаживаю хлебушек хотел еще лишницу заказал лицо у меня без макияжное но очень чистое побрызгала маслами крем нанесла питательный питаю бедную кожу совсем проголодался проголодалась уходим сегодня все вместе не уходим уезжаем в botanical garden санта барбару раньше были времена наверное три четыре раза туда ехали просто гулять природы в разные сезоны ехали осенью очень красиво ранее весной красиво и пока подумали уже не очень жаркое лето давайте дети ставим вставайте поедем немножко погуляем посмотрим что нового что выросло что уже нету а не ягоду фрукты ели уже но сначала это едят потом уже еду и мы сегодня сможем в морозильник положили чтоб свежее остаться а перина меккей халвелет о сэсэй ну кусочком не хотят целый хлебушек хотят а ясс а вот а вот а вот пока разогрею чуточку но старших детей задание дали деловое и они сейчас не в наших краях поехали куда-то дети вернутся соберемся и поедем и вас с собой возьмем чтобы не скучали не поленилась не поленилась я себя приготовила так поставила на паре чуть не обожглась но очень типичный американский завтрак всегда в ресторанах это заказывала ну конечно там еще яйцо было бейкон хашпраун называется приготовим знаю хотите не говорите что не хотите кто не любит картофель да еще и жареный такой хрустящий тонкий прекрасный тебя рыбу угощаем если хочешь оливки хлебушек есть что ты еще хочешь борщ есть позавчера или вчерашнего но позавчера вечером приготовила ваш выбор дорогой оператор и детей котлеты тоже есть но храню котлеты для сына старшего мы сегодня уезжаем он пусть себе наслаждается котлетами что-то смотрит что хочет пусть делает с нами оп приехали с нами он не едет да такие дела я не могу я не могу ты хочешь попробовать что-то но мои дети это не пробуют не верят котлетов но немножко соли надо добавить добавляла то есть на одной стороне котлетов нет просто попробуй немного смотри это очень вкусно это как чипс сказала чипс подумал курти папа на карума мы нужны опининг сказала мы тебя снимаем попробуй твое мнение нам важно то есть в общем давайте он кое-что dle лавасу вот командир вы любите украшу такого лaches 现在 украшен оно для значит украшен украшен Моечка говорит, как в школе пахнет. Пицца в жнир кутейшке. Мама, это эксепсион. Не хотят попробовать. Порция. Порция, это очень вкусно. В ресторанте Рин Олдельман. Это очень вкусно. Да. Что тут такого не пробовать? Вот, и с кетчупом надо это есть. Но я на кетчупа пешь. Главное, что в кетчупе. Хочешь кусочек тебе тоже дам попробовать? А то твои фанатки уже волнуются за тебя. Зачем мужу не дали попробовать? Все сами съели. Я еще не ела. Чуточку кетчупа. И ротик открой. Ваше мнение для нас очень важно. Жаль. О, перестану. Это не просто жареная картошка. Это жареная картошка. Очень вкусно. Так. Не надо руками кушать. Ну, если уж хотите. Это ваша картошка. Как хотите, так и ешьте. Хрустящий. Все. Быстро поедаем и уезжаем. Вы не поверите. Сына сказала, а если говорили про инкубатор, про ваши комментарии читала, писали, не делайте такое, то большая ответственность. Будете жалеть, если купите инкубатор, заведете курочек. Сыну говорю, а если заведем год козленка. Ну, такие миленькие бывают. Не козел или что. Потому что два варианта есть. Есть два козла. В общем, те, что миленькие, не с большими рожками. И смотрим, тысячи долларов стоят. Самые миленькие, хорошие. Миленькие. Нет, не куплю. Так не смотрите. Но представьте, курочки гуляют. А там козочка макакует. Даже хрюшку хочу. Свинья хочешь? Такие хорошие бывают. Посмотрите. Ну, как этого не взять. И самые умные из доместных животных. Они очень умные. Их очень умнее собак. Такие некрасивые есть. Да. Ну, хорошо было бы. Ну, тогда нам ферма нужна. Вы правы. У нас всех не поместить. А то почему я так автоматически кофе ставлю? Леш? Окей, как скажете. Хотя бы раз вы поставьте кофе на канал. Окей, окей. Ставим. А где кофе на канал? Свежемолотый хотите? Один, один. О, это лама, да? Лама. Они агрессивные иногда. Ламы. По-моему. Агрессивные, да? О, они плюются. Нам еще верблют, наверное? Да. Окей. Я успокоюсь. Но Арка очень хочет. Он какие-то видео смотрит. Вместе смотрим. Окей. Не унарежу. В общем, так выращиваю цыпленочек. Потом за ними заботятся. И он тоже хочет заботиться за ними. Вместе со мной. Ответности представляю. Посмотрели. Яйца 6 штук. Фертилийзинг. То есть не все яйца можно, да? Вы тоже писали. Очень недорогие. Ага. Это ясом. Есть голд и есть шип. Бочхаль у козел. Баран. Окей. Барашек. Ой, барашки хорошенькие. Вы не видите лицо мужа. Не хочет он барашка. Не хочет он козленка. Он хочет кофе, наверное. Кофе готово. Оказывается, муж собак хочет. Сейчас везу, наверное. Мама. Суиц дурак. Чика versus the boy. That's the boy. Окей. Серьезно. 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 Я пока не готова. Еще немножко времени пройдет. Подготовимся. А кофе готов? Серьезно. 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 Очень красивый Ротвайлер хочет. Но. Сейчас. Но. Но по-английски значит нет. А я не то но имела в виду. Наши стулья доехали. А кто для вас дверь открывает, чтобы вы вышли наконец-то? А не надо. Сама справимся. Сами справимся. А нам кофе и хамэнг дурсганг. Семечки подросли. Надо их посыпать чем-то. А то кто-то сейчас придет и их съест. Какой-то хищник. Или какой-то насеком. Насекомчик. Наконец. О! Где цветок? Ох! Я думала первый цветок. Дочка посадила эти семена. И наконец-то цветочки. Еще один. Распустились. Иса. Даже не видела. Столько ждали. Она, наверное, четыре вида семян посадила. В этом. Маленьких посадила. Потом перевели сюда. Сколько месяцев она посадила. Наконец-то. Мастер, слушаю. Интересно. Какие цветки мы посадили. Да? Забыли. Это помню. С детства помню этот цветок. Они так хорошо по... По заборам. По заборам. По заборам поднимаются. Как хочется, чтобы они прямо загружились. Около этой скамейки. Но они сюда приходят. Главное, что наконец-то... Люс. Интересно. Она видела. Люс Теселес царикет Ворта Вейла. Кота как царикет Теселес. Она каждый день. Два раза в день поливала. Очень внимательно. Как? Иса. Метель иса. Пока. Мам. Какой па. У меня теленгерка. Таранинка. Пане Мечи. Угу. 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 Упс. Чуточку кофе. Спасибо. Мы седали. Но вы не видите. А другую я оставлю. И здесь у меня маленькие покупочки. Место надо освободить. Но сейчас не откроем ничего. В пятницу дом хорошенько почистят. Поблестят. И тогда уже всю мебель откроем. Но опаздывает ковер. Шеф прибудет в последний момент. Я здесь штуки купила душка. Открыла. Думала я ее заказ. Держитесь. Такой цвет прекрасный. Но стайл тот же самый. Который уже покупала сто тысяч раз. Ну не могла удержаться. Люблю такие платья. И так мягко сидит. Не мешает. Не облегает. Хотя может быть так видно. Да. Что облегающие платья. О. Интересно. О. Обычно задняя сторона это более открытая. А в этот раз они наоборот ярлык поставили. Это окей. Хороший цвет да? Винный. Как раз вино пойдем пить. Уже платье есть. Логика. Ну где ваша логика? Вот так. Что здесь у нас? Уже не помню. Что в момент. В этот момент вспомню. Что нам нужно. Кому-то что-то нужно. Скажем. Беру быстрый телефон. И сажусь в моем уголке. О. Это пиара. Девушки. Муж. Купила. То есть. Однажды купила. Они. Через. Почти. Через две недели. Деньги обратно вернули. Сказали. У нас. По размеру вашего мужа. Нету этих. Штанов. Ну. Заметила. Штаны появились. И сразу же села на мой. Диванчик. И купила. Джинсы он хотел. Черные. Вот представьте, опять я ваш оператор в чёрных джинсах в этот раз. Такой я опасный. Нравится? Тот стиль, который он хотел, который он заказал. Хороший. От Калвина Клейновича. Или Мовича. Что заказали? Я кинуть, а он опять не помните. Какой он не помнит. О, солод. Солод заказала, чтобы такой солод не использовали. У меня жидкий. Солод мужского рода. У меня жидкий был. Хороший был от Барли. Не знаю, как перевести. Но это от Рожи. От Ржа. Лучше получится. И это сухой паудер. Не жидкий. С этим такой цвет будет опасно чёрным. Как штаны нашего Умера. Что-то ещё есть. Погодите. Не спешите. Штаны с собой возьму. Тут ящик не знаю, что решила и купила. Столько лет не решалась. Делала классическим методом. А вот теперь, не знаю, что у меня вошло. Может быть, опять не вовремя села в кресло. И купила. Подождите. Эти ночи не хотим ждать. Побыстрее можете. Очень трудно, нелегко так всё побыстрее. Скажем так. Коробка белая. Порадуйтесь. Вот это время. Сейчас лишнее время попросит. Я 20 минут лишнее время даю. Могу использовать мои экстра? Да. 20 минут. 20 минут. Они могут это использовать, когда захотят. Но они сразу же хотят. Но Арка иногда 30 минут поиграет. Говорит, мам, сохрани мои остальные 30 минут на потом. А этот мальчик, но он скучает. Когда Арка в школе, он тоже хочет. Лилесор Бекин Скул Чарэцинг. Нескоро выходим. Купила. Не, не партовали, или? Поняли, да? Всегда хотела купить. Даже хотела насадку для Китчен Эйд взять. Потом, после того, как купила мясорубку Китчен Эйд, так недовольна насадкой. И подумала, оно и тоже будет с Эйдом. Вряд ли испортится. Это железный. Купила, дочка сказала. Посмотрела по... Ой, что нарежет. Тяжелый был. Дочка сказала, лучше стоялась. Попа, поймам. Порывью. Такая тяжелая. Ну, вот компактная, по-моему. Размер не такой уж. Разные насадки там, чтобы пасту резать. Посмотрим. Вместе пасту приготовим. Окей. Это потом, наверное, муж позаймется. Панаса берет. А, окей. Главная книжка есть. В этот раз посмотрим. Посмотрит инструкцию. Окей, это домой убиваем. О, чуть. Ручка не выбросила. Сейчас остановим его. Игравое время. Несколько. Хочу оркать, чтобы немножко поучился. У него сейчас класс, урок. Когда перерыв будет, никому не говорите. Тогда мы уйдем. И он больше в школу не пойдет. Школа заканчивается через несколько дней. Одиннадцатого. Да. Последняя неделя. Да. Купила. Хотя вчера нечаянно дочек увидела партия подушки. Которые они не пользовались. То есть, одно положили в шкафу. У дочки там небрежно лежало на стуле. Поставила на диван. Так красиво сочлись. И оставила. Но прежде чем, как бы, увидеть эти подушки, я уже заказала. Я уже присела на свое кресло. Подушки тоже заказала. Этого размера. Хотя у меня есть, но четыре заказала у нас. А у меня шесть наволочек. По-моему, очень красивые цвета. Эти взяла. Два таких. Я в ссылках все поставлю, если вам что-то нравится. Эти взяла. Фабрик хороший. Это почему-то понравилось, потому что диван зеленого цвета взяла. А кресло желтого цвета взяла. Хотела, чтобы такие яркие, радостные цвета были в этой стороне. Но хотя мы всегда можем туда-сюда перевезти нашу мебель. Эти тоже взяла. Посмотрим, куда что поставить. Это, наверное, на креслах красиво будет. И эти шерстяные тоже взяла. Это не знаю, для чего взяла, но понадобится. Найдется место. И для них тоже. Какие мягкие, пушистые, ну, не пушистые, или шерстяные, пуховые. Пуховики взяла. О, какой хороший материал. Как будто животное гладишь. А, ну, попробуй. Не надо собаку нам сейчас погладить это. И успокойся. Да. В сентябре для дочки котенка берем. Пусть сначала котенок будет у нас в гостях. Посмотрим, как. У дочки, у старшей дочки аллергия на животных. Не говорила, наверное, об этом. Давно эта аллергия у нее. Сразу руки чешутся, потом глаза чешутся, если общается. У нее была очень сильная депрессия позавчера. Наша соседка, девочка, она работает в ветеринарной клинике. Нарсь работает медсестрой. И я всегда думала, добрая девочка, усыновила пятерых собак, держит их. В общем, попросила она дочку присмотреть за собаками. Она в Аризону ехала или куда-то, в другой штат ехала. Дочка сказала, я тебе заплачу столько, присмотри, им надо покормить и отпустить, чтобы они, знаете, почишили, покакали. И внучка согласилась, но без денег, конечно, сказала, я тебе просто помогу, как соседки. Животных любят, но, в общем, позавчера она пришла, говорит, мам, я уже не могу. Последний день был, поэтому, наверное, открылась. Говорит, эти животные просто в ужасном состоянии. Не в ужасном, в ужасном. Но она их держит в маленькой клетке. Трое собак в одной маленькой клетке, двое собак в другой маленькой клетке. Но она опоздала очень сильно, я побеспокоилась. Странные они люди, родители вообще странные. Говорит, камеру во всем доме. Не знаю, почему вы должны иметь в комнате камеру. Подождите. В общем, говорит, в очень плохом состоянии. Они, но не могла, говорит, их обратно. Один особенно, она у всех поименовала Битлз. Именами Битлз. Да, Джон, Мехосков, Ринго. Ринго, говорит, очень непослушный. Не хотел обратно в свою ту самую. Говорит, мне их очень-очень жаль. Сидят в своих уже на описанных одеялах. Пахнет ужасно. В этой комнате маленькой, темной. Хотя бы свет там был. Когда говорит, их отпускаю, их уже не удержать. Да, раз. Ну, один раз кормить нормально. Не надо все время кормить собак. Это нормально. Но их постоянно, круглосуточно держать в этих клетках. Это нехорошо. Говорит, я уже больше не могу. Как хорошо, что сегодня последний день. В общем, попросили бабушку с ней поговорить. Она уже вернулась. Спасительница собак. Так, если ты... Ее дома почти не бывает. Она работает каждый день. В шесть возвращается или не знаю. Но весь день эти бедные, они маленькие. Все такие карманные. Как? Маленькие. Маленькие собаки я называю карманные. У нас всегда были вот такие. Да. Сказала ей, попроси, если хочешь, Ринго пусть... Я ей сказала. Я сама говорю, собаку не хочу. Она так расстроена была. И Ринго очень любит. Такой кудрявый, коричневый. Очень красивый, симпатичный. Говорит. Сказала, если хочешь от нее, можем спасти одного. Говорит, ну, не решаюсь. Потом еще им лекарства она дает. У одного зубов совершенно нет. У другого тоже какая-то проблема с чем-то. В общем, очень расстроена была. Да. Вот такие дела. И про депрессию дочке рассказала. Ну, мы все впали в депрессию после ее рассказа. Не знаешь, что делать, что думать. Обидные так хором орали. Я сердилась на них. Польше не буду сердиться. Но они такие шумные. Не от хорошей жизни они шумели. Отсластись. Аркана Брейк пойдет и выйдем. Лично я очень довольна покупками. Качество тоже хорошее было. Очень боялась, что это не понравится. Бывает, да, такой синтетический. Хороший. Это берем еще одна посуда. Гриф, это не было понимание, что. Не помыто листь. Проверим. Видите, да, такая большая коробка. Я сейчас посмотрю. В тот день кто-то очень недопонимал, паром был, который ходит. Почему я против... Ну, люблю животных, но против бумажных трубочек. Потому что бумажные трубочки просто... просто непринимаемые, если не можешь пользоваться, зачем их на первом месте, зачем их делать, если они смягчаются и превращаются в что-то ужасное. Лучше их не делать. Лучше вот так будем петь. А вот такие бумажные трубочки не спасут нашу планету, если вы об этом беспокоились. Зато делают такие огромные ящики, чтобы прислать там три куска чего-то. У меня сегодня все в грудь валится. Силиконовые молды, формы силиконовые. В тот день, ну, да, в тот день, ну, уже прошел тот день, в ресторане чизкейк ели. Такой квадратный, красивый, очень красиво оформленный. И я подумала сразу, почему бы мне тоже так не приготовить чизкейк. И купила, и захотела купить квадратную форму. Квадратную купила, и вдруг, откуда-то мне глазом моргали. Эти круглые молды мне моргали глазом. Их тоже взяла себе и цыновила. Что-нибудь приготовить? А это что? Что за пипетки? Какие симпатичные. Я в этих делах кондитерских. Я не пейстри. Я себя в этом не вижу. Мне время очень дорого, чтобы тратить на создание десерта. Одного куска или даже трех-четырех кусков. Это время, это очень хорошее занятие, дистрессинг. Можно терапическое занятие. Но не для меня. Я, можно сказать, родилась нетерпеливой. Я не могу. Но иногда можно этими формами что-то быстрое и уникальное приготовить. То, что мы с вами делаем. Это для льда. Но, думаю, не только лед можно здесь готовить. Посмотрим. Эти тоже пригодятся. Хороший, да? Такие красивые. Аккуратный размер какого-то десерта. Можно сделать мороженое. Посмотрим. Немножко подумаю, подумаю и решусь. Но вдохновление пришло от десерта в ресторане, в котором мы с вами побывали. Единственный вкусный ресторан был. После валины нашего с вами последнего командировочного путешествия. Все, больше ничего нету. Я думаю, большие куски не открываем. Ждем детей закончить свою школу. И идем гулять по садику. Мотаническую. Наш семейный совет посовещался и решил, что сегодня не едем. Потому что пока выйдем. А Арка, у него сегодня арт-класс рисует. Важный урок сегодня. Если поздно выйдем, останемся в трафике. В пробку попадем. И пока доедем. Ну, два часа ехать. Решили, когда решили, уже не знаем. Но на следующей неделе, может быть, муж говорит, на несколько дней уедем с детьми. Ну, думаю, хорошо сделали, чтобы не поехали. Док тоже сегодня очень хорошо получился. Мисс Лилит очень довольна была. Дети пошли в шоппинг-мол. На работу пошли. Влог будут снимать. И покупки будут делать. А я решила, раз уж так, сделаю тейдер-татс. Помните, в таком маленьком ресторанчике, когда брекфаст кушали, картофельные такие милые создания. Даже одна, даже опять создание создала. Эти маленькие картофельные, крошечные, как будто пирожки. Эти приготовлю. И посмотрю, время останется еще один кулинарный. Может быть, сделаю. Или, может быть, все-таки уборку закончу. Ну так. Сегодня не едем, но главное, просто сидеть не будем. Делом займемся. Так. И пошли заниматься делом. Жду, пока сын это ассембл сделает. Уже съели. Довольны. Кофе больше не будем пить, думаю. Такие дела.